Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Считаю настоящий актерский талант проявляется, когда актер может сыграть яркого неоднозначного отрицательного персонажа. Дарья Поверенного одна из тех немногих актрис, кто с радостью соглашается сыграть злого персонажа, что говорит о ее многогранном таланте. Как же складывалась карьера и личная жизнь Дарьи? Об этом поговорим в нашем ролике. Будущая актриса родилась в семье, так или иначе связанной с творчеством. Бабушка Дарьи была балериной в Киевском театре, отец работал переводчиком, ну а мама работала в легендарной Таганке. Чуть не забыли упомянуть дедушку нашей героини, им был не кто-нибудь, а Сергей Лукьянов. Кинолюбители со стажем наверняка помнят его по комедии кубанские казаки. Но ладно, хватит о родственниках, перейдем к самой актрисе. После школы девушка поступила в Щукинское. Еще учаясь в Щуке, девушке посчастливилось сняться в дневниках красной туфельки. Фильм вышел 28 лет назад, после чего последовал достаточно долгий перерыв в кинокарьере. Все 90-е годы артистка посвятила театру имени Маяковского. Зрители могли ее видеть в ряде спектаклей. Три сестры, Карамазовы и многие другие. Творческое затишье в карьере Повериновой прекратилось, когда она сыграла одну из главных ролей в киноленте «День рождения буржуя». После съемок актриса проснулась знаменитой. С данным сериалом связан и еще один резкий поворот в судьбе женщины. На съемках буржуя Дарья закрутила роман со своим коллегой по сцене Валерием Николаевым. Ради него она разошлась с мужем Александром Жигалкиным, с которым прожила долгие 12 лет. Правда ее отношения с Николаевым не продлились долго, через два года они расстались. Дарья по собственному признанию очень тяжело переживала разрыв с Валерием. Хорошо, что человеческая память избирательна и через какое-то время душевные раны меньше болят. И снова Дарья оказалась в водовороте служебного романа. На этот раз ее избранником стал партнер по сериалу «Ангел-хранитель» Анатолий Руденко. Влюбиться не помешала даже значительная разница в возрасте, составляющая 10 лет. Счастье, однако, не было долгим и через некоторое время актриса снова осталась одна. Анатолий, как оказалось, влюбился в другую женщину. В настоящее время в СМИ просачивается информация о том, что у актрисы новый роман с Андреем Шароновым. Андрей – ректор одного из престижных столичных образовательных учреждений. Актриса никак не комментирует данную информацию. Но какие бы перемены ни происходили в жизни Дарьи, есть человек, который всегда будет с ней. Речь, конечно же, о дочери Полине. Кстати, два года назад Полина вышла замуж и, кто знает, может быть скоро наша любимая актриса станет бабушкой. Несколько слов о Полине, дочери нашей сегодняшней героини. Девушка не стала связывать себя с театром или кино, но ее, как и маму, тянуло к людям. Поэтому выбор профессии вас не должен удивить. Полина поступила на журфак. Училась Полина, кстати, отлично. Ей удалось закончить университет с красным дипломом. В 2014 году девушка нашла свою любовь, ей стал Олег Васильев. А год назад молодая пара сыграла свадьбу. Кстати, многие поклонники ее звездной мамы находят в Полине небольшое сходство с Дарьей Повериновой. А вы, друзья, как считаете, похожа Полина на свою маму? Если да, то как сильно? Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok